Сегодня мы поговорим о домовом воробье. Эту птицу Союз охраны птиц России выбрал символом 2022 года. Для справки. Птица года в России избирается ежегодно, начиная с 1996 года. Символом становятся широко известные большинство людей пернатые, с которыми связаны какие-то проблемы. Например, падение численности. По избранному виду проводятся специальные исследования. Распространяются информационные листовки. Цель привлечь внимание населения к проблемам данного вида. Домовый воробей стал символом года не случайно. В последнее десятилетие численность его сокращается во многих регионах. Однако есть еще места, где его численность не только не снижается, но и даже наблюдается локальный рост. Воробьи – птицы абсолютно синантропные, то есть адаптированы к человеку и городу. Вероятно, их связь с человеком базируется на зерновых отходах, которыми птицы питаются. Домовые воробьи, вслед за человеком и часто с его помощью, к середине XX века соселили многие острова и практически все континенты, за исключением Антарктиды. Но в староосвоенных частях ареала, особенно в Европе, началось снижение их численности. Сначала малозаметное, потом все больше и больше. К концу XX века этот процесс затронул и европейскую часть России, в большей степени северные и центральные районы. Почему это происходит? Орнитологи давно задают этот вопрос, но однозначного ответа до сих пор нет. Однако есть множество гипотез, которые мы сейчас и рассмотрим. Гипотеза первая связана с исчезновением лошадей. В старину люди широко использовали лошадей, в навозе которых содержатся непереваренные остатки зерна. Этими остатками питались воробьи. Однако эта гипотеза безосновательна, так как лошади из крупных городов исчезли на несколько десятилетий раньше, чем появились первые признаки исчезновения воробьев. Гипотеза вторая. Количество воробьев уменьшилось из-за изменения структуры сельского хозяйства и уменьшения сельскохозяйственных отходов. Эта гипотеза тоже несостоятельна, так как в крупных городах количество зерновых отходов значительно уменьшилось намного раньше, чем стали исчезать воробьи. Гипотеза третья связана с использованием в сельском хозяйстве пестицидов. Эта гипотеза имеет право на существование в регионах, где есть сельское хозяйство, так как пестициды действительно вредны для животных. Но в первую очередь они вредны не для зерноядных птиц, а для хищников, поскольку они накапливаются в цепях питания. В середине XX века численность хищников из-за использования пестицидов катастрофически снизилась. Когда пестицидов стали использовать меньше и менее ядовитые, численность хищников стала восстанавливаться. Если бы только пестициды были причиной снижения количества воробьев, их численность начала бы снижаться гораздо раньше, а в наши дни восстанавливалась. Гипотеза четвертая. Многие люди считают, что из-за ястребов, численность которых растет, уменьшилось количество воробьев. Но это не так. Взаимодействие хищника и жертвы имеет давнюю историю и происходит по определенному закону. Ястребы постоянно охотятся на воробьев и этим приносят популяции большую пользу, потому что в первую очередь отлавливают больных и служат полезным фактором естественного отбора. Общее количество воробьев хищники не способны уменьшить. Пятая гипотеза связана с особенностями работы современных служб благоустройства городов, которые осенью убирают опавшие листья, а летом регулярно косят траву. Эти мероприятия сильно снижают биоразнообразие насекомых и насекомоядных птиц. Наземно кормящиеся виды могут исчезнуть полностью. Для древеснокормящихся это не так страшно. Иногда их численность не только не снижается, но и может расти. Воробьи не только насекомоядные, но и зерноядные. Для них покос травы не столь опасен. Кроме того, воробьи не любят кормиться в густой высокой траве. То есть умеренное выкашивание травы один раз в год для них даже полезно. Оно открывает новые пространства для питания. На лугах с высоким травостоем они могут собирать семена только на тропинках. Это не значит, что мы оправдываем выкашивание травы. На газонах, на которых косят постоянно и выращивают декоративную траву, действительно нет пищи ни для воробьев, ни для других птиц. Если нет насекомых, воробьи способны выкармливать своих птенцов растительной пищей и продуктами отхода со стола человека чуть ли не с первого дня их жизни. Конечно, для птенцов это вредно. Отдельные особи приобретают различные заболевания. Аномальное развитие. Но большинство благополучно вырастает и популяция в целом поддерживается. Интересно, что выкашивают траву и создают специальные газоны в основном в крупных городах. А воробьи в первую очередь исчезают в маленьких населенных пунктах, а уже потом в крупных. Гипотеза шестая. Современные здания строят из таких материалов, что в них нет подходящих щелей для гнездования. Это снижает численность воробьев в некоторых районах больших городов. Но глобально не объясняет уменьшение численности. Так как во многих населенных пунктах нет ни одного современного здания, а количество воробьев тоже снижается. Седьмая гипотеза связана с тем, что изменилась специфика утилизации пищевых отходов. В конце 90-х годов мусор стали выбрасывать в полиэтиленовых пакетах. Это удобно для людей, но вредно для фауны. Раньше, особенно зимой, помойки для воробьев были источником пищи. Теперь птицы лишены такой возможности. С этой гипотезой может быть связано снижение численности. Восьмая гипотеза. Параллельно с переходом на новый способ выбрасывания мусора распространилась традиция подкармливать мелких птиц на кормушках. В последние годы кормушек стало значительно больше. Распространяется также практика кормить голубей и уток, где воробьи тоже питаются. Поэтому в какой-то степени исчезновение помоек компенсируется кормушками. Правда, площадь кормушки меньше площади помойки. Поэтому там между птицами складываются непростые взаимоотношения. Почему это происходит, мы уже рассказывали в одном из видео, ссылку на которое вы найдете в описании. Эти взаимоотношения могут быть одной из причин уменьшения количества домового воробья. Таким образом, снижение количества домового воробья нельзя объяснить ни одной из гипотез в отдельности. Мы имеем дело с целым комплексом причин. Все перечисленные факторы и, возможно, еще какие-то, вносят определенную лепту, и в совокупности смертность в течение года у воробьев чуть-чуть превышает рождаемость. При этом численность каждый год оказывается все меньше и меньше. Насколько уменьшилось количество домовых воробьев, мы можем показать на примере Рязани, поскольку по этому городу имеются данные учета численности начиная с 1998 года. На графике показана относительная численность, то есть число особей на квадратный километр. Для каждого биотопа приведен свой график. За каждые 10 лет численность снижалась примерно в полтора раза. Этот процесс нелинейный. Были за это время благоприятные годы, когда домовые воробьи численность свою восстанавливали почти до значений первых лет наблюдения. Потом происходил спад и опять увеличение. Но в целом имеется выраженная тенденция к снижению. Что будет дальше, покажет время. Сегодня речь шла о домовом воробье. Для полевого падение численности меньше характерно, но тоже прослеживается. Причем он кое-где стал замещать домово. Ну, видимо не вытесняет, а просто приходит уже на освободившееся место. На сегодня все. В следующий раз поговорим о подкормке куропаток. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok